Валерий Константинович Валерий Константинович Первое. Я ждал вашего звонка. Я вас прервал. Вы мне не сказали ничего. То есть начинаем с чистого листа. Я просто включил запись вашего согласия. Так. Теперь. Что первым делом я сделал? Вы будете участвовать заочно, только слышать. А потом увидите фильм целиком. Вот. И поэтому сейчас только по некоторым комментариям будете догадываться, о чём пойдёт речь. Итак. Вас зовут Фёдор. Назовём это под Ленинградью, под Питером. И дальше следующее. Какой у вас опыт? Значит, в основном последние пять лет я занимался яблоками, кустами, сливами обычными по нашему региону, китайскими сливами и виноградом. Мы большей частью занимаемся здесь с виноградом и тепличным, и уличным. Ага. Тогда второй вопрос. Какое у вас образование? Какая специальность? Сейчас у меня среднетехническое образование, но дополнительно хочу осваивать, проходить курсы по направлению... А в дипломе что написано? В дипломе у меня написано среднетехническое образование, значит, я специалист машин и устройств. Ох, наш человек. Наши люди — это электрики, монтажники, металлурги, строители, в целом инженеры и техники. Вот спасибо вам за то, что мне повезло. Я разговариваю с человеком на нормальном буду языке. Вы уже догадываетесь, почему. Ну да. Потому что кроме нас никто садоводство не переделает. Ладно, уже всё-таки не новичок. А скажите, вот учитывая то, что регион ваш, назовём его в плане садоводства, настолько депрессивный, что хуже может быть только за байлярным кругом. Я не преувеличиваю. Вы знаете, что однажды создали гигантский сад, два сада абрикосовых под Питером и в Крыму. И обоих нету садов. Они все живы. Давайте будем брать так. Значит, есть культура, которая легче вырастить. Я попросил ваше разрешение снять, чтобы у нас круг наших зрителей, слушателей был шире. Значит, включаем сюда новичков. Вы не против? Да, конечно. Я спросил, вы уже яблони вырастите. Но всё-таки. Давайте какие-то азы, чтобы вы не говорили. Что-то у меня это, я лапшу, я это давно знаю. Договорились, да? Хорошо, слушаю внимательно. Смотрите, с чего я начал. Значит, самая главная проблема ваша будет, это корни деревьев, потому что вы не упомянули ни персики, ни абрикосы, ни груши. А персики, груши и абрикосы – это стержневые корни, и с ними целая беда из-за этого. Будем искать обходные пути. Ещё раз говорю, я говорю с аудиторией, не только с вами. А, кстати, пожалуйста, прерывайте в любом месте, извините. Да, я к грушам прямое отношение длительное время не имел, но у меня, скажем, в моём приусадебном участке родители изначально посадили много разных деревьев, очень много уходило. И, естественно, конечно, возможно, неправильно сажали, заглубляли, естественно, затапливали. И по итогу у меня на участке осталось две больших груши растёт, в принципе, одна из которых уже последние лет пять даёт небольшие груши, где-то сантиметров пять в диаметре, вкусные, но они очень быстро выпадают. Вот, и с ними, ну, да, я как бы несколько лет, там, последние пять лет пробую, вот, и вторая груша у меня не давала никакого, никаких груш, ну, высокого же метра, метра четыре. Да не давала. Вот по десенции, не в курсе, привитые или десенции? Ну, может быть, вполне возможно. Раз не давала. Смотрите, груша, у неё была очень странная проблема, она выросла примерно метра два высотой, и у неё были несколько лет подряд большие такие плоды, но когда я приезжал, вот, в конце сезона, они обязательно были битые, вот они вот висят, и они, такое ощущение, что вот они прямо на дереве начинают гнилить. Ну, всё понятно, это корни гниют. Так, теперь я вот это высушил, да, это нам добавят, тем мы пошире сделаем, даже поширше, даже ещё шире, как это будет выглядеть. Смотрите, я начинаю с обзора. Вот, тот, кто меня видит, им повезло больше. Я набрал следующие слова в Яндексе. Фото природа под Санкт-Петербургом. Две тысячи изображений найдено. Что мне сразу поразило, сейчас поймёте. Итак, только я открыл, вот самая первая фотография. Видите, я нажимаю на эту, не двигается, на левую эту самую стрелку. Итак, что мы видим? Ну, утки, это здорово. Мы видим грунтовые воды в одном метре от поверхности. Уже начинаются проблемы. Меня поразило то, что я несколько пористал. Ну, теперь листаем всё вместе. Второй снимок. Он совершенно к первому отношению не имеет, совсем другой. Может, 100 километров, 200. И опять метр до воды, до грунтовых вод. Третий снимок, опять метр до воды. Так что, четвёртый, ещё меньше даже. Здесь чуть ли не это, чуть ли не болото. И опять, а здесь вообще болото. А вы поверите мне, что передо мной, но хвойники растут, растут. Но, тем не менее, это их свойства. Они всеядные, есть такое выражение, в плане почвы. Но здесь не вырастет ничего, кроме, может быть, вишни. Вот, ещё хуже. А ведь я же не выбирал. Следующий снимок. Опять, это полметра, метр. Следующий снимок. Опять. Следующий снимок. Только там вдали видно, что, может быть, аж целых два метра будет до воды. Мало. Но уже какой-то шанс есть. Нам бы найти бы какие-то холмы покруче. Вот бы. Опять метр. Да что, вот дерево растёт. Но дерево опять хвойное. Это не случайно. А есть и лиственное дерево. Но всё-таки это не культурное. Культурное дерево есть свои особенности. Опять. Обратите внимание. Ну, метр-полтора. Да что же это такое? А где же ваши эти-то? Вот смотрите. Наверное, я вот здесь или ещё. Опять. Но здесь, по крайней мере, снято так, что видно, что дальше прекрасный лес. И дальше есть несколько метров. Но вы же не будете этот лес выкорчевывать ради сада. Вот. И так далее. В общем, опять сильно близко. Ну, остановимся на какой-нибудь красивой картинке. Ну, мне бы найти, где можно абрикос посадить. Опять близко. Опять близко. Опять близко. Вот. Ну, не могу найти характерное место. Ну, разве что вот это. Ладно. Вы говорили. Это я не вам. Остановимся на этой картинке. Итак, друзья. Что получается? Здесь, так как я общался с сотнями, если брать за все годы, с несколькими сотнями жителей Питера и его окрестностей, ну, плюс Псковская область, плюс Карелия, знаете, там тоже непорядок. Вот. Мурманская, Архангельская тоже непорядок. В плане садоводства. Вот. Тогда, получается, выходит на поверху первая и главная проблема. Вот. Многое, что позволяет выращивать деревья. Мы остановимся только на корнях. Это будет очень важный момент. Почему? Потому что у нас не случайно с ябринами были дела. Брошины, по вашим словам, было не очень хорошо. Вот. Ну, винограда у Сергея Корнева не бывает. Давайте я сейчас включаю свою особую папку под названием «Корни». Вот. Вот она. Итак, я сейчас прокомментирую 20, 30, 40 фотографий. И я не говорю, что это ответ на все ваши вопросы. Все не так. Но я хочу, чтобы люди знали, ориентируясь, и на что способны они, на что способна природа. И что окажется за пределами возможного. Вот что такое пределы возможного? Вот послушайте сюда. Один мой сосед, бывший сосед, потом, значит, крутой мэн. Вот. Он даже этим самым, как он называется, автомобильный завод так, ну, не помню название. Одно время руководил, вернулся на родину к себе, сюда, в Хакасию. И земля городская, это сплошной гравит, чистый гравит. Он привез 100 КамАЗов, ну, позволял, видимо, кошелек, и поднял уровень на один метр. Это одна крайность. Много среди нас таких. Вы можете заказать 100 КамАЗов? Вопрос жизни, ну, чего смешит? Говорите, да. Да, тяжелый вопрос, конечно. А ведь это уже многое решает. Смотрите, дальше у него шел гравий, и только где-то примерно через 5-6 метров вода. То есть вопрос сделал только плодородной почвы. И он вырастил абрикосы. Я могу сейчас показать ТЛКТ пальцами и сказать, вот они абрикосы подозрасят. Вот. Это одна крайность. Для этого нужно большие деньги. Теперь другая крайность. Это можно не вырастить ничего. Я показываю нескольких снимков. Они сделаны при Балтике, за границей. Но тем не менее. Снимки характернейшие. Почему? Да потому что в Ленинградской области, вы думаете, Прибалтик от вас далеко? Нет, он очень близко. Вот, вот. Значит, такие же в Латшапте есть и в Ленинградской области. И давайте смотреть. Я взял крупный план. Один снимок. Извините, что вы не видите. Ну, для людей стараемся. Вот. Второй снимок. Везде, прямо в этих, как я его называю, бороздах, стоит вода. Третий снимок. А знаете, что он сделал? Он сделал вроде бы по железу. Он насыпал не больше, чем там три ведра земли. И посреди этой лужи, то есть он ее поднял сантиметров на 10, взял и посадил саженец. Вроде бы по железу. А что интересно, на дальнем плане растет, потом увидите. Прекрасное, мощное дерево. Вот, непонятно, что это. Может быть, тот же хвойник, хвойник и лучше переносит. А вот на дальнем плане березы. Вот. И он решил, что вот это вырастет. А это же абрикос, его тут делать нечего. Следующий снимок. Вот. Ну, а это не о чем. Ну, как не о чем. Видно же, это лужа на дальнем плане. Видно. Вот. И вот у него саженцы, если приглядеться, в раз, два, три, четыре, пять, это он саженцы садил. А здесь еще я вижу глина. А глину не пропускает влагу. Вот они в воде стоят. Ну, что вы думаете? Что сейчас? Прошло несколько лет. Он мне жаловался. А что я ему скажу? Сто камазов? Могли решить проблему? Могли. Ну, частично. Вот еще. Это его же снимки. А холмики такие маленькие, что смотреть на них это не хочется. Опять холмики, которые не видно. И опять посреди лужи. И опять. Вот. Вот такой результат. Ну, что? Вот еще. Да никак не кончается фотография. Это все Прибалтика. Я за Балатой или Эстония. Ну, где-то рядом с вами. Артем. Что такое Артем? Это значит сажен свой. Вот. Как он к нему попал, черт его знает. Там, по-моему, граница у вас худая. Вот. Артем. А потому что Артем истерков у меня. И вот, ну, то есть, название это. Ну, ладно, не буду войти в генеалогию. Вот такая картина. Ну, еще, может, на этот снимок два. Вот здесь покруче. И все равно кругом вода. Все. Дальше пошла другая тема. А мы с вами возвращаемся вот сюда. Итак, мы будем изучать корни. Очень. Это все очень-очень. Назовем это очень-очень. Очень злободневно. Так. Везде, где корни, я фотографии не пропускаю. Пусть бессистемно. Итак, перед вами трехлетняя слива. Мой сель рост. Вот. Корней. Очень мало. Уже понятно это. Это мне. Знаете, как бывает. Привозят на автобусе. Это уже как анекдот. Вот это. Саженец привез мой друг. Прямо в автобусе. Как это удался? Это фанатики. Что с ним взять? С нас. И вот получается, мы все вот такие корни. И вот. Значит, уже садить можно в том районе, где хотя бы метр два до воды. Можно. Почему? Потому что это корневой отводок. И я покажу потом ближним планом. Единственное, скажу, не могу пропустить его. Из-за того, чтобы он рос дальше. Мне пришлось отрезать. Оставить здесь примерно чуть выше его руки. А что делать? Иначе погиб бы. Это так. Слово пришлось. Мы с вами будем выбирать фотографии с корнями. С характерными корнями. Поехали. Итак. Итак. Значит. Корни у груши. Вот. Как видите. Вы скажете. Вы же, Железов сказал, что у груши корни вертикальные. И уходят глубоко вниз. Один обязательно глубоко вниз. И вы видите, что у них практически нет. Даже волосиков. Они есть, но ниже. То есть. А там уже что? Там уже вода. Ладно. Вы уже поняли, на что я намекаю. Что грушам. Там, где я показывал фотографию ландшафта. Возле вас. Вот этим грушам уже не место. Вот. Там, где до метра было. Помните. Следующий. Я нахожу корни. Вот и здесь вот. Это рекламный снимок. Это палка была воткнута в землю. Нижняя часть обросла корнирами. И никаких серьезных вещах говорить здесь невозможно. Это просто я к тому, что именно расчет, что если уже было совсем плохо. Вот полметра до воды. Тогда вы можете вдохнуть и сказать. Ладно, я куплю или выращу. Вот. Уже не семечка. Не сенцевый саженец. Корень не сенцевый. Корень даже не корневый. Не корневый отводок. Он тоже естественный. Вот. Это я его возьму и буду вынужден. Вот. Клонированный. Именно клонированный. Корень. То есть палка в основном в землю обрастает корнями. Вот перед нами микроклоны. Вот. И только... Это только это их оправдывает. Там где уж совсем вода чуть ли не эта. Чуть ли не купаться можно. Вот этот момент потом увидите. Это только где уж совсем близко. В отяне. Ну как приподнять грудь мы потом поговорим. Следующий момент. Итак. Самое ценное, что у нас есть в лесу. Корневые отводки. Вот они. Их в руках держит мой сын Сергей. Когда был совсем еще юношей. Значит. То, что там корней. Гулькин этот самый. Гулькин, Гулькин. Понимаете кто? Вот. Заменяет то, что ком земли спасает эти деревья. И обещает процветающее будущее. Вот. Вот на это глянули. Так. Теперь. Теперь. Значит. Сейчас получается так. Мы берем. Проходит год после этого. И мы имеем вот такие корни. Обрастает моментально. Одновременно. Уже вверх растут. Это привитая яблая. И огромное количество мельчайших корней. Которые обеспечивают абсолютную жизнестойкость и здоровье дерева. Жаль вы не видите эту красоту. Вот. Идем дальше. Значит. Так как здесь по ходу попалась другая тема. Посадка при сильнейшей обрезке. Вот как сейчас в руках Сергей Нож. Так. Сильнейшая обрезка при посадке. Но ослабляет ли дерево? Нет. Усиливает. Потому что только в этом случае. Изуродованные корни могут выкормить весь саженец. Но это еще не все. Следующая фотография. Вот такая вот. Смотрите. Вот такая. Вы видите обеззараживание корней. Почему? Это потому что на продажу. Видите пятнышко показывает юг-север. Вот. Чтобы не перепутать при посадке. Вот. И это же пятнышко означает корневую шейку. Пусть это корневой отводок. Как таковой шейки нет. На самом прочем месте. Это там где он вылез из земли. Корневой отводок. Повторяю. Вот это пятнышко. По него выкопали. По нему и садим. Но. Дело в том. Что это продажный саженец. И обработка. Обязательно. В данном случае. Вот. Мы обрабатываем медным купоросом. Это называется универсальное средство. И следующий снимок. Очень важный. Видите. Обрабатывается и инструмент. Чтобы не разносить по всей России. Эту болезнь. Ну какую болезнь. Возможную болезнь. Вот. Потому что у нас микроскопа нет. Поэтому обычная профилактика. Та же как мы одеваем намордники. Выходя из дома. Вы должны надевать. И так далее. Так. Увидимся. Продолжение следует...